18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку на благоустройство либо дворовой, либо общественной территории. Сделать родной город комфортнее. Каждый анапчанин может внести свой вклад в благоустройство курорта. Сложный довольно-таки вид спорта, который подразумевает большое количество характеристик, которым должен обладать спортсмен. Лучше гор могут быть только горы. Анапские скалолазы готовятся к покорению новых спортивных вершин. Этот приказ направлен на то, чтобы у нас больные наши не занимались самолечением, а, соответственно, посещали наши медицинские учреждения. Без рецепта не купить. Вступил в силу приказ об утверждении новых правил отпуска препаратов в аптеках. Мнение специалистов. Как была обеспечена безопасность в дни январских каникул? Об этом шла речь на прошедшей накануне общегородской планерки. В период праздников в дежурную часть полиции поступило более 600 сообщений о происшествиях, и практически все они раскрыты. Актуальная тема для новогодних праздников – торговля пиротехническими изделиями. Сотрудники полиции выявили 14 нарушений в этой сфере. Изъяли почти 4,5 тысячи изделий. А в отношении реализаторов и предпринимателей составили административные протоколы. За неделю стражи порядка обеспечивали общественный порядок при проведении 60 массовых мероприятий с участием более 22 тысяч человек. В этой работе было задействовано 230 сотрудников полиции. Нарушение общественного порядка не допущено, доложил начальник штаба отдела МВД России по Краснодарскому краю в городе Анапа Алексей Журавель. Глава Анапы Юрий Поляков поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за добросовестную службу и обеспечение правопорядка на территории города-курорта. По поручению президента России в 2017 году на территории всей страны стартовал приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Он предусматривает проведение комплексных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Анапа также присоединилась к программе и теперь каждый житель может выступить с предложением по благоустройству курорта. В целях реализации данной программы создана муниципальная общественная комиссия. Туда вошли представители, помимо органов местного самоуправления, это еще депутаты, это представители общественных организаций, управляющих компаний, главы сельских округов. Эта комиссия контролирует реализацию этой программы. Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку на благоустройство либо дворовой, либо общественной территории. Подать ее необходимо в управление жилищно-коммунального хозяйства. Заявка на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома подается собственниками многоквартирного дома. Помимо заявки необходимо предоставить протокол общего собрания по установленной форме, где нужно дать согласие на все вопросы, на софинансирование, на дальнейшее содержание благоустроенной территории, что очень важно. На общественные территории заявки подают физические лица старше 18 лет, постоянно проживающие на территории муниципального образования УКУ, либо юридические лица, зарегистрированные на территории муниципального образования УКУ. После того, как управлением жилищно-коммунального хозяйства все поступившие заявки будут рассмотрены на предмет, в первую очередь, это возможности их выполнения, то есть где-то могут сети мешать, где-то еще что-то, и утверждены, когда эти будут заявки общественной комиссии, будут разработаны дизайн-проекты благоустройства. А затем дизайн-проекты будут опубликованы, и в средствах массовой информации в сети интернет будут опубликованы. Заявки принимают в управлении ЖКХ по адресу Крымская, 150, кабинет 113. С понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 13.50. Контактный телефон 8 918 058 83 02. На Кубани стартует региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. Этот этап станет отборочным. Более 400 начинающих специалистов различных рабочих профессий поборются за место в команде Краснодарского края. Сегодня в Анапе открытие состоялось в городском театре. Конкурс проведут на базе техникумов и колледжей. Состязания пройдут почти в 70 направлениях. Среди участников будущие виноделы, комнетесы и ветеринары. Участие в чемпионате примуты специалисты узкого профиля. К примеру, в компетенциях управления фронтальным погрузчиком или выпечка осетинских пирогов. В этом году в два раза увеличилось количество площадок и компетенций. Эксперты назовут имена победителей 25 января. Они войдут в команду Краснодарского края и отправятся в Южно-Сахалинск на финал 6-го национального чемпионата WorldSkills. О том, как проходят соревнования в нашем городе, смотрите завтра в нашем выпуске новостей. В конце прошлого года вступил в силу приказ об утверждении правил отпуска рецептурных препаратов в аптеках. По словам провизоров, раньше многие препараты можно было приобрести без рекомендации врача. Однако теперь сильные антибиотики и гормональные препараты невозможно купить без назначения терапевта. В аптеках выделяют две большие группы лекарств. Те, что отпускаются по рецепту и без него. Противовирусные препараты и слабые обезболивающие можно увидеть на прилавках. Эти средства отпускаются свободно. Однако есть и более сильные препараты, получить которые можно лишь по назначению врача. Другая группа препаратов – это препараты рецептурного ряда. Это антибиотики. Практически все антибиотики у нас отпускаются по рецепту. Противозачаточные средства, препараты гипотензивного ряда, препараты нестероидные и противовоспалительные. Эти препараты отпускаются по рецепту в том случае, когда доктор выбрал схему лечения, сделал назначение, и он знает и уверен, что определенному человеку подойдет только этот препарат и только в той дозировке, которую назначил доктор. У нас основное масса населения занимается самолечением. Самолечение – это, в общем-то, очень даже не есть хорошо. Здесь, собственно говоря, этот приказ направлен на то, чтобы у нас больные наши не занимались самолечением, а, соответственно, посещали наши медицинские учреждения лечебные. Необходимо обратить внимание на то, как оформлен сам рецепт. В нем не должно быть указано более трех лекарств. Необходимо печать и подпись лечащего врача. Если он составлен неверно, нужно повторно обратиться к терапевту. Рецепт выдается на целый год. При хронических заболеваниях по нему можно повторно приобретать лекарства. На сегодняшний день в Анапе существует 11 лечебных учреждений. Кабинеты врача общей практики есть и в каждом хуторе. Управление здравоохранения напоминает – отпуск лекарственных препаратов без рецепта врача может грозить лишением фармацевтической лицензии. В Анапе прошли состязания по спортивному туризму и скалолазанию на искусственном рельефе. Порядка 80 человек из Славянского района, Новороссийска и нашего города-курорта на время проходили сложную дистанцию, проявив свою скорость, выносливость и координацию. В этом году соревнования открыты. В сборную команду нашего муниципалитета войдут не только анапчане, но и лучшие спортсмены из других городов Краснодарского края. В этих ремнях и тросах новичку легко запутаться. Александре сейчас 10 лет, в секцию пришла 2 года назад. Сейчас Саша имеет все шансы войти в сборную. Результаты прохождения дистанции показывает отличные. Говорит, что взяла пример со старшей сестры, теперь спорт – это их семейное увлечение. Мне очень понравилось, я очень переживала, что меня снимут с дистанции, или я не смогу войти в время. И, конечно, у меня была надежда, поэтому я старалась. Потому что все за меня болели, и я этому очень рада. В Краснодарском крае этот вид спорта имеет серьезное представительство. Как говорят тренеры, заниматься спортивным туризмом и скалолазанием лучше с 8 лет. В соревнованиях участников делят по возрастным категориям. Оценивается качество прохождения дистанции и время. Многие элементы требуют серьезной физической подготовки и хорошей реакции. Спортивный туризм развивает целый комплекс качеств. Координацию, выносливость. Здесь надо быть сильным, быстрым и еще думать, что как делать. То есть это технически сложный довольно-таки вид спорта, который подразумевает большое количество характеристик, которым должен обладать спортсмен для удачного преодоления дистанции. Спортсмены, занявшие призовые места в различных возрастных категориях, отправятся в Славянск, Северский район и Краснодар для участия в краевых соревнованиях. В декабре анапчане, вошедшие в команду Краснодарского края, показали неплохие результаты на всероссийских состязаниях в Белгороде. Как считают судьи, у них есть все шансы на победу и в этом году. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Мегамир дарит подарки. В новогодние праздники сеть магазинов одежды и обуви порадовала своих покупателей приятными сюрпризами. В акции приняли участие сотни жителей и гостей города. Каждому был выдан индивидуальный номер. Сто новогодних сюрпризов были распределены случайным образом между участниками акции. Подарки были самыми разнообразными. От дисконтных карты, шампанского до бытовой техники, посудомоечные машины, кухонные комбайны, DVD-проигрыватели, телевизор и даже холодильник. Двум покупателям посчастливилось заполучить iPhone 6 и путевку в незабываемое путешествие. Но самым главным и приятным подарком стал новенький автомобиль. Показывайте! 14,71! Ура! Счастью победителей не было предела. Ведь сюрпризы – отличный способ порадовать себя в новогодние праздники. Мегамир – магазин одежды и обуви для всей семьи. Каждый может подобрать для себя качественную вещь по достойной цене. Зимние сапоги, ботинки, куртки, пуховики, теплые свитера и толстовки, а также праздничные наряды – все это можно найти в магазине Мегамир. Сейчас покупателям ждет еще один сюрприз – 50-процентная скидка на всю зимнюю одежду и обувь. Спешите порадовать себя и своих близких и создать свой неповторимый стиль сетью магазинов Мегамир. Из-за резкого изменения погоды существует риск увеличения количества ДТП. Водители и пешеходов предупреждают, что понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости, сообщили в управлении ГИБДД России по Краснодарскому краю. В первую очередь гололед может появляться на мостах, путепроводах и в низинах. Особенно опасно будет на дорогах в горных и предгорных районах. Участников дорожного движения просят быть предельно осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, дорожных знаков и исключить резкие маневры. Недопустимо ездить в зимний период на изношенной и летней резине. Календарь спортивных состязаний в этом году открыло первенство под зюдо. Более 100 юных спортсменов до 15 лет вышли на татами, чтобы побороться за право участвовать в первенстве Краснодарского края. Отбор проходил в разных весовых категориях по олимпийской системе. Каких успехов добились анапские дзюдоисты и кто будет представлять город-курорты на первенстве края в нашем сюжете. Соревнования под зюдо – первое спортивное мероприятие в этом году. Несмотря на волнение, юные спортсмены были настроены только на победу. Блестяще показали себя как юноши, так и девушки. Валерия учится в 4-й спортивной школе. В секцию под зюдо она записалась еще в 7 лет. Благодаря боевому характеру и тяге к активному образу жизни, Лера не раз побеждала в соревнованиях по самбо. Вместе с командой занимала первые места в баскетбольных матчах и играла в команде по гонболу. Ее главная мечта – стать олимпийской чемпионкой. Дзюдо – один из популярнейших видов спорта, обгоняющий по численности спортсменов даже футбол. Огромное внимание боевому искусству уделяют в городе-курорте. Ежегодно в спортивных школах проводят наборы. Анапчане нередко выходят на соревнования краевого и всероссийского уровня. В год дзюдоисты участвуют более чем в 10 соревнованиях. Многие стремятся попасть на Олимпийские игры и чемпионат мира. На протяжении многих лет постоянно наполняют команду Краснодарского края, которая успешно выступает как на первенстве Южного федерального и так же на первенстве России. В прошлом году команда Краснодарского края заняла первое место на первенстве России в Архангельске. И там было представители города Анапа, в частности спортивная школа номер 4, там было 7 человек. По результатам боев золото первенства взяла дзюдоистка Елизавета Матвеева. Среди юношей проявили себя Олег Соляник и Давид Авидян. Теперь сборная команда победителей отправится в Армавир на первенство Краснодарского края, которое состоится 20 января. Впереди их ждут усиленные тренировки, ведь у анапчан есть все шансы попасть на первенство Южного федерального округа и России. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. По сообщению Кубани-Нерго, в связи с проведением ремонтных работ, завтра будет частично прервано электроснабжение. С 13 до 17 часов в Нижней Гастагайке, Красном Кургане, Красной Скале, Анапской, Тарусине, Рассвете, Заре, Усатовой Балке. С 9 до 17 часов в Красной Горке, Малом Разноколе, Большом Разноколе, Иванове, Прикубанском и Юровке. На улицах Рабочее и Железнодорожное. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова